Апартаменты, отели, гостевые дома в Вероне есть все. Однако, бюджетное и хорошее жилье найти непросто, особенно летом. Цены на жилье в Вероне высокие. Даже весной или осенью цена в 50 евро за номер с общей ванной и рейтингом свыше 8.5, то есть чистая комната, с хорошим расположением, невероятная находка. Но мы посоветуем несколько мест, где лучше остановиться в Вероне. Недорогие отели в центре Вероны подешевле, гостевые дома в центре апартаменты плюс бесплатная парковка квартиры с великолепным видом дешевой в 15 минутах ходьбы от центра лучший отель Вероны в каком районе Вероны лучше остановиться. Верона большой город, поэтому важно правильно выбрать район, где лучше жить в Вероне. Удобнее всего в центре, близко ко всем достопримечательностям. Старую часть Вероны огибает река Адиджи вот внутри петли реки и находится центр, Ситта Антика. Чтобы сэкономить, рекомендуем искать жилье за пределами реки, районы Борга Трента, Веронета, либо в сторону Ж. Д. вокзала, район Читаделла Порта Нуова, до центра 15-20 минут пешком. Не рекомендуем район Фьера и рядом с ним есть хорошие недорогие отели, здесь проводят выставки, но пешком в центр идти скучно, совсем нечего смотреть и долго, а ездить на автобусе надоедает. Перед поездкой узнайте больше о достопримечательностях Вероны. Возможно, вам захочется поселиться рядом с одной из них. Отели в центре Вероны, хостелы, аппаратменты. Цены цены на отели в центре Вероны начинаются от 90 евро за ночь. 80-100 евро это дешево и за хороший отель. Недорогие отели Вероны в диапазоне от 100 до 150 евро обычная цена за очень скромный отель в центре. Если видите в летний сезон отели в центре Вероны с оценкой выше 8. 0 и дешевле 70 евро это удача, такие варианты расходятся быстро, поэтому бронировать надо не раздумывая. Но не путайте отели с гостевыми домами и хостелами, которые стоят дешевле. Обычная цена за комнату на двоих в центре 60-70 евро. За эту цену туалет и душ будут общими с другими жильцами, зато дешевой. Составили список лучших проверенных мест, где недорого остановиться в Вероне в 2020 году. Сан-Лука недорогой отель в центре Вероны. Для короткой поездки в Верону идеально подходит трехзвездочный отель Сан-Лука рядом все достопримечательности, в отеле чистые и уютные комнаты. Особенно хороший этот отель для тех, кто не успел забронировать заранее, за день-два в отеле часто бывают скидки до 40%. Конечно, если не распродадут все комнаты заранее. Сейчас читают, многократная виза в Грецию или как получить шенгенскую визу на 5 лет местоположение отличное, от отеля 5 минут пешком до Костельвеккия, откуда удобно начать знакомство с Вероной. Если вы приехали в Верону на несколько дней, 3 и более, выгоднее снимать апартаменты цена как за крохотный номер в гостевом доме, а удобств в разы больше, да и ванная комната будет не общая, а собственная. Апартаменты в самом центре. Посмотрите апартаменты центр и вью удобное расположение, все рядом, да еще и с романтичным видом на город. С балкона видны крыши и самые знаменитые башни Вероны, обратите внимание, что при бронировании в Италии почти везде в цену не включен городской налог, его возьмут дополнительно при заезде. В Вероне этот налог составляет 2 евро и 50 центов с человека за ночь. Кроме того, в апартаментах часто берут еще и дополнительную плату за уборку один раз за все время проживания, обычно 20-30 евро. Поэтому, если вы приезжаете только на сутки, выгоднее бронировать хостел или отель. От 3 дней и более апартаменты. Где остановиться дешевой в центре Вероны. Секретные места современный гостевой дом Аль-Ли Эрб в самом центре Вероны, в старом здании. Очень атмосферное место, но при этом все обновлено и комфортно. Чистые уютные комнаты с собственной ванной комнатой. Есть чайник, холодильник и общая кухня. Цены от 60 евро. В центре. Восклицательный знак. Выходишь и рядом площадь Эрби, а чуть пройти дом Джульетты. Центральный не бывает. Удобно, если хочется посмотреть все достопримечательности рано утром, пока другие туристы еще спят. На сутки выгоднее взять комнату в хостеле. Самый лучший из дешевых в центре Секрет Гарден вот уж точно секретный сад. Расположен близко от всех достопримечательностей. В комнате есть кондиционер, чего не встретишь в Вероне за такую цену. Можно воспользоваться стиральной машиной и кухней. На кухне в течение дня можно сварить себе кофе и взять десерт. И пусть не смущает общая ванная комната, она очень чистая. Это скорее даже не хостел, а обычная коммуналка, где на четыре комнаты два туалета. За сутки соседей можно и не встретить. Учитывая цену, это просто подарок. Сейчас читают, поездка в Болгарию через Кишинев немного дороже, но тоже отличный вариант Б и БСОФА. В этом гостевом доме есть даже одноместные номера для соло-путешественников. Далее подобрали хорошее жилье в 5-10 минутах пешком от центра. Резиденция Антика Сан-Зена Стильный мини-отель в Вероне. Небольшая резиденция Антика Сан-Зена здесь витает атмосфера Вероны. Живешь словно в старинном замке. Отлично подходит для небольшой остановки в Вероне. Особенно радует, что цена доступная, еще и завтрак включен. Не просто кофе с кроссаном, а настоящий завтрак с яйцами и беконом. Есть русскоговорящий персонал. Отель удобно рядом с рекой, в 5 минутах ходьбы находится базилика Сан-Зена, в 10 минутах крепость Костел Векче. Рядом с отелем много хороших ресторанчиков, которые любят посещать местные. Апартаменты близко к центру, с бесплатной парковкой для тех, кто на машине имейте в виду, что в историческом центре Вероны парковаться туристам нельзя. Идеально, если найти жилье с парковкой максимально к центру. Хозяева апартаментов Верона Релайс Плюс Прайват Паркинг предоставляют парковку в гараже бесплатно. Чистые уютные апартаменты находятся в паре минут ходьбы от Костел Векче. Чтобы найти недорогой автомобиль в аренду, пользуйтесь поиском низких цен сравнивать цены одновременно во всех прокатных конторах. Недорогие апартаменты рядом с центром. Есть апартаменты дешевле, но в районе Веронета, Викола Зини. Лично мне этот район в Вероне нравится больше. Сами апартаменты чистые и удобные, совсем рядом с центром, только через мост перейти. Выдают бесплатный паркинг-паз на парковку рядом. От этих апартаментов всего в пяти минутах пешком символ Вероны самый красивый мост Понте-Пьетро. Затем кафедральный собор, церковь Святой Анастасии. А еще здесь рядом сад Джусти и малотуристические улочки с веронским настроением. Апартаменты с потрясающим видом на Верону так и хочется устроиться поудобнее с бокалом просекка на террасе апартаментов. Касса Корвина вид на город завораживает. Терраса крытая, поэтому наслаждаться Вероной можно в любую погоду. У этой квартиры один недостаток, отсюда не хочется уезжать, где дешево остановиться. В Вероне районы Читаделла и Порто Нуова великолепно подходят для бюджетных путешественников. До центра города 15 минут пешком. Кроме того, рядом находятся ЖД вокзал и автобусная остановка, откуда удобно поехать на знаменитое озеро Гарда или в другие города Италии. Не пропустите инструкцию, как добраться из аэропорта Вероны в город и обратно больше чем больше чем лучше из дешевых современный хостел Стравагант отлично расположен между вокзалом и центром, удобно сразу с вокзала или аэропорта закинуть в номер вещи 5 минут от вокзала пешком и пойти осматривать достопримечательности Вероны, начиная с Костел Векча около 10 минут пешком. Сейчас читают, красивейшие места в мире здесь нет казарменных комнат. Все очень уютно и современно, в комнатах чисто, кровати удобные. Цены от 25 евро за место. Есть номера с собственной ванной комнатой, так что не хуже, чем в отеле. В некоторых номерах балконы. Кстати, за такую низкую цену по утрам еще и завтраки готовят с хорошим кофе и свежайшими круассанами. Если Стравагант занят, то посмотрите гостевой дом Аляска Румс расположение в том же районе, но дизайн не современный. Зато номер с собственной ванной комнатой. Чисто и уютно. На удивление просторная комната, да еще и с большим балконом. На кухне всегда можно выпить чашку чая с печеньками. Очень приветливые и дружелюбные хозяева из Восточной Европы немного понимают и говорят по-русски. Вечерами приятно отдохнуть на балконе. Еще один дешевый гостевой дом Касапиу Румс двухместные номера с общей ванной комнатой. Цены от 50 евро за номер на двоих. Часто распродают комнаты в последний день так что этот гостевой дом выгодно бронировать за 1-2 дня до заезда, если останутся номера. На этом список недорогих отелей Вероны заканчивается. Но для тех, кто хочет чего-то особенного, наш бонус. Этот отель не из дешевых, но он прекрасно подойдет для особого случая. Здесь все идеально, комнаты, завтраки, комфорт, обслуживание, расположение. Бонус. Лучший отель в Вероне в самом центре Вероны, рядом с домом Джульетты, находится невероятно элегантный бутик-отель Палазза Монго. Роскошное место с итальянским шиком. Здесь чувствуешь себя как во дворце. Современный комфорт в старинном доме, высокие потолки, изысканная удобная мебель, безупречная чистота, обслуживание на высочайшем уровне. Менеджер Филиппи немного говорит по-русски. Вкусный завтрак подают прямо в номер. Не дешево, но если бюджет позволяет, то лучшего места не найти. Этот отель запомнится лучше, чем все достопримечательности Вероны. Где еще остановиться в Вероне? Делитесь в комментах. Если видео было вам полезным, пожалуйста поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok